Галкин и Пугачева публично признались, кому они помогают на самом деле. Теперь не поможет даже фильм Собчак. Пока общественность обсуждает возможное признание Пугачевой иноагентом, сама Алла Борисовна окончательно расставила все точки над «и». После этих публичных признаний не поможет даже фильм Собчак. Но давайте обо всем по порядку. После просмотра, уважаемые зрители, пишите свое мнение в комментариях. И не забывайте про лайк, ведь это лучшая награда от вас для нашего канала. А мы начинаем! Напомним, что после новости о запуске процедуры признания Пугачевой иноагентом на автора запроса, Виталия Бородина, накинулась целая сфора защитников. В эфире НТВ его назвали профессиональным доносчиком, жалобщиком и просто нехорошим человеком. Среди прочих защитников особенно выделяется Ксения Собчак. Она в числе первых выразила мнение, что Пугачеву не признают иностранным агентом. А если признает, то это станет большой ошибкой. Как бы кто ни старался, она крупная и масштабная фигура. Никаких радикальных постов и политических заявлений Алла Борисовна не делала, сказала Собчак. А буквально на днях появилась информация о том, что Ксения Собчак вместе с командой готовит какой-то фильм про Аллу Пугачеву. Вероятно, речь идет о документальном проекте, который покажет обществу хорошую Пугачеву и реабилитирует ее в глазах нашего общества. Россияне восприняли эту новость крайне негативно. Одна неприятная особа снимает фильм про другую такую же. Примерно такие комментарии можно встретить под этой новостью. А Виталий Бородин сначала прокомментировал эту новость словами «Ох, Ксения Собчак», а чуть позже высказал более развернутое мнение. По словам Бородина, Собчак – это черный кот, которому нельзя переходить дорогу. Также Виталий Николаевич предполагает, что после выхода этого фильма Пугачеву точно признают иноагентом. Он отмечает, что все, кто ходил с Собчак на проекты, так или иначе, потом пострадали. Блиновская в тюрьме, Маргенштерна признали иноагентом и так далее. Аура у Собчак не очень, поэтому после выхода этого фильма шансы у Пугачевой высоки получить этот статус. Будет заслуженная иностранный агент, сказал Виталий Бородин. Ну а пока Собчак снимает фильм, сама Пугачева ставит жирную точку в вопросе, кого на самом деле она поддерживает и кому помогает. На днях Алла Борисовна публично поддержала ребенка, отец которой вступил в армию Украины. В сети появился короткий видеоролик, в котором юная девочка поет песню «Миллион алых роз». Посылает Пугачевой воздушный поцелуй и благодарит ее и ее супруга иноагента Галкина за их позицию и за финансовую помощь Украине. В ответ на это девочку поблагодарил сначала Максим Галкин, написав ей слова поддержки на их родном языке, а затем словами «Душой и всем сердцем с тобой» отметилась и сама Пугачева. Известно, что семья этой юной девочки собирала денежные средства в поддержку своей страны. Возможно, некоторые скажут, ну написала и написала, мол, что тут такого. Но дело все в том, что нашим детям Пугачева такого внимания не оказывает. Удивительная избирательность, не правда ли? Думаем, что теперь ни у кого не возникает вопросов относительно позиции Пугачевой и того, кому она помогает на самом деле. Кстати, вы помните, что Ксения Собчак писала, что Пугачева не делала никаких радикальных постов и так далее. Так вот, теперь этот вопрос тоже можно считать закрытым. Уж теперь Пугачевой ничего не поможет. Ни «Защитники», ни «Оправдательный фильм Собчак». Если раньше еще можно было в чем-то сомневаться, то теперь все выглядит уж слишком очевидно. Есть ли основания для признания Пугачевой иноагентом? Учитывая позицию ее супруга, их раньше было достаточно. На наш взгляд, теперь этих оснований хватает аж на два статуса. Уже совсем скоро у Пугачевой юбилей. Возможно, решение Министерства юстиции мы увидим как раз накануне или вообще в этот знаковый для Пугачевой день. Если так, то это будет очень хороший и справедливый подарочек для Пугачевой. Скоро узнаем. А что думаете вы, уважаемые зрители, по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях. И не забывайте про лайк. До скорой встречи!